всем привет добро пожаловать на мой канал сегодняшний влог я начинаю с уборки кухни а потом я покажу вам как приготовить некую вкусняшку и так что у нас разобрать посудомоечную машину убрать все с поверхностей послезавтра какое-что там разобрать ну в принципе все можно будет по поднести поехали а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я познакомилась с этим блюдом в Германии, но не знаю, откуда корни у него, вполне может быть немецкое блюдо Это что-то среднее между блинчиком и пирогом Какой-то такой блинопирог или пирогоблин Сейчас я покажу, как он готовится Впервые делаю в этой своей форме, попробую, надеюсь, все получится у меня Хочу вам показать, если вы сладкоежка, вам точно понравится Итак, точное количество я укажу в описании под этим видео Нам понадобится мука, сахар, щепотка соли, молоко, яйца, масло и ванильный сахар для аромата И еще нужна сковородка, которую можно поставить в духовку, у меня такой нет Я взяла вот такую вот утятницу, попробую Первым делом мы разделяем белки и желтки Итак, разделили белки и желтки У меня получилось в этот раз не идеально, но хотя бы так И, ой, как засвечено И теперь сюда в белки добавляем щепотку соли и 2 ложки сахара И взбиваем У меня что-то не идеально получилось, но ничего, мне кажется, что сойдет И я уже включила духовку разогреваться Желтки я переложила в другую чашечку, мне кажется, вот в этой будет удобнее К этим желткам мы добавляем ванильный сахар, оставшуюся 1 ложку сахара Сначала 100 мл молока и размешиваем все Потом мы примешиваем сюда всю муку И когда все хорошо размешалось, потом уже оставшееся молоко, еще 100 мл Мои няшки вернулись с прогулки Пойду встречу сначала, потом, надеюсь, они дадут продолжить кошмар, какой я сейчас буду Бегетня, шум, отвлекание Так, теперь мы берем белок и аккуратно вмешиваем в тесто Стараясь сильно не разбивать пузырьки Чем больше пузырьков воздуха, тем нежнее и выше будет наш блин или пирог Потом я возьму сливочное масло, 1 ложку И поджарю тесто буквально 1 минутку на плите И потом поставлю в духовку Вот, уже мешать начали Ты же мне мешаешь, котеночек Поджариваю это на сильном огне примерно 1 минутку А потом ставим на 10 минут в духовку 200 градусов или 180 и обдув В общем, выпекать нужно до коричнево-золотистой поверхности Теперь нам эту красоту нужно лопаточкой просто разделить на куски Покромсать Ооо, какой запах, это будет шикарно Вот такими кусочками я выложу на блюдо Одной рукой неудобно, сейчас я сделаю двумя руками Вот такие вот кусочки делаются как раз, чтобы в рот его хорошо было запихнуть Ой, камера разряжается Надеюсь, успею это снять до конца Я его полью сверху тонким-тонким слоем сгущеночки И еще положу мою любимую ротогрюсу туда Но это вообще дело вкуса Кто как любит, вообще его... Ой, его сервируют с ванильным соусом Он очень хорошо сюда подходит Сиди, сестра Ладно Кайна сам готова? Да, все готово, а вот твой чай уже остался А она все Хочу без пир Без чего? Пир Хорошо Иди себе Это ротогрюсца, ты знаешь, что это ротогрюсца? Ты же любишь Говорят, что на камеру неприлично кушать Что-то неприличного в ресторане Люди тоже кушают и все видят друг друга Но вот с полным ртом, я говорю, это точно не очень Хотела описать вам вкус Не знаю На что похож этот вкус? Ну, очень вкусно Рекомендую все-таки заморочиться Это все не так-то просто И попробовать приготовить Потому что оно того стоит Тебе нравится? Угу Нравится? Хорошо Пекетного аппетита Сегодня у нас уже другой день Сегодня первый день после каникул Университет, работа, садик и у кого что Эмма пошла в садик И только на этих рождественских каникулах До меня дошла одна вещь, наконец Я сегодня не зряю времени Взяла формуляр в садике Договорилась У нас теперь Эмма будет ходить Немножко по другому расписанию В другое время Кофе забыла По пятницам теперь ходить не будет И все те пять часов, которые ей положены в пятницу Мы распределим по остальным дням недели Так что она будет каждый день чуть-чуть дольше в садике Ну вот, а в пятницу будет дома Почему? Вот по этой причине Вот по причине вот этой красотки Смотри, такая Что это у тебя, стаканчик? Ты играешь? В общем, с ее рождения получилось так Что каждый день Каждый раз Когда мне надо Эмму отводить в садик И забирать ее Эта красотка спит Или хочет спать Ну хочет спать-то ладно Это стрессняк Она будет плакать всю дорогу Хотя тут недолго Но все равно Мне это стрессом Ну либо она спит И разбудить жалко И одну не оставишь Я вам рассказывала свою дилемму Все время было так Потом кое-как мы придем Эмму забирать Что там? А Эмма говорит А я не хочу уходить домой Я хочу еще остаться Представляете? И могла бы уже год назад Сделать по-другому Другое время И я только сейчас до этого додумалась Теперь ты можешь высыпаться спокойно И мама не волнуется Что ты хочешь сказать? Скажи Скажи Кукла Там кукла Да? Тут нету куклы Какая кукла? Скажи Мама Ле Му-у-у Думай слюденький Развитие Лауры Кому интересно о развитии Лауры Пожалуйста Делайте заказ в комментариях А также хотела спросить Вот прошли всякие праздники Рождественские Новогодние И дни рождения у нас Всю зиму Кому интересно Что мы дарили детям Если эта тема интересна Тоже пишите заказ В комментариях И тогда я сниму такой ролик И самое главное Как зашло Вместо того Что я сейчас полчаса укладывала спать Она не уснула Ну ладно Погуляй еще Потом вырубишься Другой на меня Сейчас будет только призничать Гулять Ты хочешь гулять? В моем няшном календарике Вот моя неделя У меня две цели Помимо повседневных Таких обычных целей На эту неделю До конца недели Похудеть на 250 грамм И выкинуть мешок хлама Уже давно Руки чешутся Пошла С большим удовольствием Это сделаю Вот мой мешок Начну я с детской комнаты Хотя хочу пройтись Ну почти по всей квартире Выкидывать буду Вот именно что хлам То что бесит Надоело Очень много упаковки Всяко разные дети Таскают, играют И не хотят выкидывать Ну в основном Эмма Поехали И посмотрите сколько у нас игрушек Это многовато игрушек Для маленькой лялечки Вам не кажется? Тоже надо расхламить Но это я буду уже не в мешок выкидывать А конечно же постараюсь продать Или отдать Или подарить Или выставить где-то Ну что Начнем Сымочкиного рождения Сортирую игрушки Блин, каждый день не по разу И мне это так надоело Думаю, сейчас надо ли Надо ли Лауре насортировать Или все в один контейнер скинуть И все Они мало играют игрушками Больше друг с другом И Лаура любит играть в то Чем Эмма сейчас В данный момент занята Так что игрушки ей вообще не нужны Надо расставаться еще легче Я тут кучку отсортировала С чем уже готова расстаться Тоже дам объявление о продаже Думаю Хотя их еще мало набралось Ну подешевле тогда Девочки, какое освобождение Целый мешок набрала Всякой дряни Тут видите Какие-то непонятные подделки Какие-то ленточки Какие-то ненужные исчерканные коробочки Даже носовой платочек использованы Я там нашла Такое облегчение Так классно Вот я вижу этот мешок И я его сейчас пойду выкину И я счастлива Так что я рекомендую всем рассломиться И раз в неделю такой мешок выкидывать Ну или хотя бы раз в месяц Если вы и так минималист Собрала Эммочку из садика Объяснила ей все со временем Она вроде согласна Может не поняла совсем что это А тем временем нам пришло Целых две посылочки Сейчас вам Лаура подемонстрирует Я в Семилак заказала очередной лак Но он не такой как предыдущий Он пять в одном То есть вместо того чтобы базу Топ наносить Просто один этот Сейчас откроем Ай, свет посмотрим Да, я открою И еще взяла цитон и ремува Не знаю какой будет лучше Испробую Давайте откроем Посмотрим Цвет всегда выбираешь Когда смотришь онлайн На компьютере там же цвет искажает Всегда такая Лотерея Подойдет, не подойдет А потом мы еще откроем пакет от Next Вот такой вот у меня номер 810 Называется Casual Bike Нет, цвет он не передает как надо Он такой бежевый Но слегка розоватый Я потом на ногти нанесу Покажу вам Вот так лучше Так хорошо видно Вот я брала нюдовый Чтобы на все случаи жизни Для лауритки заказала базовых вещей Потому что девочка растет Всего выросла У нас такое количество бодиков Было в размере 74 Но не все малые конечно же 80 и 86 начинаем носить Я уже раз 5 разложила все аккуратненько Лаура тут же берет Вот так скомкивает В общем это белые бодики Просто белые бодики Пачка 5 штук без всего Потому что мы все равно Вот весной и зимой Будем что-то сверху надевать Кофточку В общем я решила не заморачиваться И стирать легче И отбеливать и прочее прочее Базовые такие И пижамки взяли Там есть расцветки Намного более симпатичные Но я выбрала эти А какой я размер взяла Я что-то не помню Ну боди точно 86 взяла Эти наверное тоже Ну по возрасту там тоже Ориентировочно я на год полтора беру В общем у нас такой расцветки Были боди раньше И они клевые Мне понравились Я приценивалась Приценивалась Решила все-таки чуть-чуть Сэкономить денежки Взяла вот 4 таких Хватит нам пижамки Ну вот ты забираешь у мамы камеру Ты хочешь сказать привет Вот наша Лаура в камере Конечно звезда Все про тебя да? Весь влог про тебя да? Скажи привет Ой упадешь Нет Нет Да Да Охота потрогать Скажи привет 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 Вот молодец Ты себя в окошечке видишь Это Лаура Это мама Мама Да Готовлю ужин Рыбка в духовке Картошка варится Режу салатик Хочу с луком сделать Обрезки для козочек И до сих пор не могу нарадоваться Вот этой штуки боже Как удобно девочки Я ее покупала в кик Я сюда надрезанные Распакованные Какие-то овощи складываю Что-то что уже из пачки Уже не целая пачка И задвигаешь в холодильник Размер идеальный Так удобно Вообще классно Рекомендую И еще мне сестра подарила Вот такую дозу С крышечкой Секунду Это для лука Чтоб на весь холодильник Не вонял У меня половинка тут отрезанная Отправляйся в холодильник А мы будем сегодня вечером Витаминный Луковый салат кушать Это моя порция А у детей Вместо салата Просто кукурузки положили Приятного аппетита Крошки Субтитры подогнал «Симон»